всем привет с вами не льв горды это симулятор автомеханика автомастерской такой небольшой нашей при том очень замечательно на самом деле я думаю любой бы автомеханик хотел лично такую автомастерскую иметь это просто шикарно просто идеальнейшее помещение классно сделано то есть ну вообще классно было бы и сегодня у нас вот такая замечательная маленькая машинка и конечно же название у нее не является настоящим но все наверное и узнают по крайней мере я такие машинки видел но фильмах там передачах то есть очень симпатичненько мотор у нее сзади то есть он такой вот старенький прям виды так 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 еще не хватает от этого звука жалко сесть нельзя но довольно таки прикольненько сделано и вообще ну на мой взгляд побольше вот таких вот машин нужно это новое обновление в игре то есть это как длс наверное какой-то потому что нету даже перевода деталей на эту машину то есть если мы посмотрим допустим сейчас вот ну ой не залиста вот посмотрим детали найдены не найдены допустим вот сколько сделать нужно представляете потери мощности учащие звуки двигателя заменить все фильтры найти исправить все проблемы ходовой части трудно держать машину под контролем громкий выхлоп и вот здесь вот когда вот машинку мы берем на осмотр так сказать вот здесь вот там такая вот нарисована ну закачана как получается что ли часть не найдены они кстати как раз таки не переведены и вот если посмотреть уже в новом в компьютере то есть это части смотрится вот здесь вот вот в отдельном окошечке в магазине то есть исключительно не со всеми магазинными частями она продается как-то вот прямо отдельно то есть его здесь вот как раз таки все просто детали исключительно на эту вот маленькую манюхенькую машинку то есть как бы ну добавлен длс и к ней как бы добавлены детали ну давайте я сразу на эстакаду поставим на крайнюю вот на этом так сразу возьмем еще одну машину машинку вот конечно же большую к сожалению всего лишь тут с тормозами но возьмем почему нет получим денежку как всегда загрузка здоровая американская тачка просто офигенское здоровое так здесь у нас 46 процентов детали менять и вот кстати сейчас прям наверное уже можно прям вот тут где-нибудь что-нибудь найти прям еще на 46 процентов и спокойно поставить ее заменить ну тоже на эстакаду все равно там тормоза но в первую очередь конечно займемся этой машинкой и у меня есть одно очко опыта одно очко опыта я даже не знаю честно говоря на что его потратить скорее всего я поставлю пост потрачу его на инструменты для ремонта уровня 1 вероятно проще прочности 50 процентов а вот так вот все и кстати я купил себе вот диагностический стенд вот можно в него вот так вот заглянуть но вот как видите на диагностическом стенде нет машин вам нужно сначала переместить ее туда честно говоря как это сделать я так и не понял давайте попробуем открыть заказ заряда планшет поиск неисправностей компрессом лучше планшет открыть заказ то есть я не вижу не вижу как сказать не вижу частей так давайте знаете еще возьмем вот еще с тормозами попытаемся кстати я букву я буквально только-только купил этот центр и даже еще не представляю как он работает возможно вот здесь вот а вот диагностический стенд смотрите мы можем сюда его запихать ну-ка машинку и чего она там она стоит там да давайте зайдем ага и двигайтесь вперед для проверки а вот смотрите нажать и держать тормоз вот 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 видите мы проверяем диагностический центр то есть работает двигатель вперед проверки задних тормозов то есть мы проезжаем еще немножко держать держать вот тормоз до назад то есть все двигайте вперед для проверки подвески смотрите то есть я конкретно подвеску сейчас буду проверять ждать ну понятно отлично то есть теперь мы уже знать знаем где что и зачем почему понятно так двигать вперед для подвески задней подвески ага то есть вот так довольно таки долгий долгая диагностика получается то есть у нас теперь смотрите вот собственно говоря мы уже знаем что и где понятно отлично то есть если мы хотим проверить за с двигателем детальки мы едем на трек если мы хотим проверить именно ходовую часть тормозную часть то мы ставим вот сюда и то есть без этого не нельзя проверить допустим рессоры кстати которые можно только проверить сняв их комментарий как раз таки по этому поводу был ну и давайте маленькую машинку начнем у нее очень много запросов проверка мощности то есть то есть честно говоря сейчас вот я прямо думаю ее же наверное сначала наверное нужно было на вывести сюда вот ведь а состояние машины позволяет вывести машины и наружу интересно это из-за того что она здесь стоит или из-за того что она как бы сломана эта машинка так и для того чтобы это все мне починить мне наверное сначала давайте компрессором я проверю корпус как компрессором пользоваться просто вы нажимаете на f2 и ничего не делаете вот просто он вот тут вот так вот можете его подвигать влево вправо и все и он теперь вот у нас говорит что какие-то блок цилиндр 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 два цилиндра и блок то есть у нас вообще убиты то есть я три детали уже открыл двигателя и остальное мне кажется нужно просто вот ну как бы вот вот так вот пути потихонечку потихонечку мы будем раскрывать ну что тут можно вот ремень уже наверное сто процентов раскрыли так давайте вот это посмотрим выхлопная система в говно просто убитых отлично я уже чинил такую машинку честно скажу вам я уже не чинил и вы давайте вот эту сразу снимем один фильтр здесь вот этот фильтр тоже снимем но провода и то я уже чинил и довольно таки не недорого это конечно все получается больше возьми на самом деле ну на мой взгляд но прикольненько то есть что она новая так стартер это по-любому стартер так ну и сцепление возможно кстати убитое вполне может быть то есть что у нас еще вот этот вот можно проверить вот эта труба что и ничего не будет так и снять нельзя ну давайте разборкой займемся потому что это нужно делать стопудей клапана у нас тоже убитых какашку здесь кстати вот видите как забавно крышка на таких клипках что ли держится так и дальше вот здесь вот и давайте проверим вот этот вот странно я думал они убиты будут ну ладно в принципе знаете в любом случае мне это все снимать потому что мне нужно долезть до цилиндров да а когда я сниму она сама в инвентаре уже определиться поломано но не поломано так что даже наверное переживать не нужно что найду я не найду я поломку так теперь нет деталь они сначала фильтр нужно снять потом крышку снять потом надо вынуть свечи они вот здесь кстати вот неудобно спрятаны хотя их можно было и без этого свечи вот по-любому одна свеча убитая при обидно было так теперь нужно корпус снять сначала наверно вот цилиндры в любом случае придется снимать потому что помните мы когда проверяли там два цилиндра сказала что нам поломано и еще вот здесь вот это собственно говоря целый блок нужно то есть принципе мы сейчас займемся разборки всего двигателя вот прям вообще досконально это собственно говоря и прикольно он небольшой здесь и почему бы это не сделать кстати меня удивила одна вещь помните в предыдущей серии ауди у меня стояла я сказал что ну как бы я ее буду за кадром делать я конечно не починил это тоже были проблемы с двигателем один клапан барахлил и вроде бы я точно не помню честно говоря но не в этом сути а двигатель я помню разбирал вот так какая разница да все равно мне все снимать я даже сейчас не буду диагностировать но тоже неправильно да попадает в унитаре сразу определяется что поломано не поломано то есть мне собственно говоря даже и не нужно париться о том что проверять это на сказать на работа способность так вот по поводу ауди там стояла турбина и я первый раз вообще ну я ни разу не видел машину с турбинами в живую да и не знал как вот эти турбины работать где они устанавливаются предположить можно было бы конечно я просто об этом не задумывался ну и собственно говоря и не представлялась там в ауде стояла турбина и забавно что она стояла как раз таки на воздухозаборник у нее подходил момент то есть потом газы шли из двигателя и в выхлопную трубу это все уходило то есть она как-то на таком нейтральном состоянии стояла что мне так удивило на самом деле то есть она питается грубо говоря воздухом из воздухозаборника и газами из двигателя и на этом работает и увеличить мощность двигателя блин так ну интересно очень было ну я как я был я могу ошибаться в этих своих фразах вы сильно не придирайтесь пожалуйста ну так очень интересно довольно для меня так открытие было так приятное то есть есть все таки есть я вот видел комментарии там один человечек написал что даже игры такого жанра могут чему-то научить да я вот полностью согласен все равно что-то новое для себя открываешь я почти двигатель забрал можно посмотреть кстати масло здесь если вот кто не знал то есть нажать вот на этот рычажок ну знаете который рычажок мы вынимаем и смотрим уровень масла вот здесь вот собственно говоря на него можно так нажать и посмотреть сколько масла то есть здесь держите масло между отметками максимум и минимум ну в принципе можно всегда на это немножечко заработать поменяв масло так дальше здесь чтобы что-то дальше разобрать мне нужно подобраться а нет смотрите крышечку можно еще снять вот здесь вот и тут можно снять не знал так здесь уже здесь уже на подъемнике то есть нужно залезть на подъемник и да здесь уже надо снизу поддон убирать так ну и в принципе давайте поднимем машинку забавненькая такая машинка но но честно говоря ее и ремонт не очень не очень сильный не очень дорогой опты ну вот собственно говоря нижней части всего двигателя и я вот боюсь сцепление ли мне не нужно менять так масло сняли отлично давайте вот эту крышку вот я думаю сцепление сейчас мы посмотрим кстати да похоже сцепление придется менять потому что вот эта часть она 52 процента конечно но нет вот 52 процента тыщи терпим у нас здесь до 49 процентов всего лишь так что наверное не обязательно кстати менять так бензобак я может проверить вынув из машины только да давайте вынем из машины посмотрим что он из себя представляет так ну даже вот не знаю честно говоря по поводу сцепления ну давайте колеса снимем тут вот всего лишь четыре болтика так на самом деле я вот не помню заменим фильтре стучащие звуки в виде потери мощности найдите исправить проблему ходовой части ходовую часть нужно разбирать трудно держать машину под контролем громкий выход с машиной убитая в говно я ее просто чиню по полной программе забавно тормоза конечно сделаны прям жестоко колодки стоят так и дальше дальше у нас ммм забавно то есть а вот тут вот можно немножечко ресор это вот так вот вот так вот и вот это проверить можно можно проверить то есть нет я не собираюсь разбирать вот ресор давайте снимем так вот это вот что а вот это вот что жалко конечно перевода нет то есть я ну от незнания своего английского сразу начинаю немножко купить как бы это грубо не звучало но именно так вот 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 они к сожалению не поломаны я бы так поменял с удовольствием не буду я тратить свои деньги потому что у меня здесь такой был момент что был такой момент когда я чинила до этого машину и купил себе диагностический центр и у меня прям впритык хватило денег чтобы купить все детали на самом деле и ну то есть критично я к этому теперь отношусь так и так просто ходовая часть говорят же да а вот 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 видно вот этот вот да вот и теперь мне его нужно по-любому достать так вот отлично вот это вот просто я боюсь что-нибудь здесь сейчас такое какая-нибудь втылочка какая-нибудь резиночка что-нибудь такое будет что-нибудь и я пропущу и все из-за этого может быть проблема но в принципе в принципе мне же в общем нужно было посмотреть не давайте мы с ними вот эти рессоры так в чем проблема что-то я не понял я а вот какой-то сначала наверху какую-то крышечку надо снять потом только она давайте ее тоже снимем посмотрим вдруг ее тоже заменить нужно так посмотрим теперь заднюю часть заднюю часть так ну здесь смотрите здесь прям вообще тут даже вот так вот просто невооруженным взглядом видно что вот просто задняя часть ну вообще в какашку я даже не представляю вот что это за за детали для чего они нужны в этой машине то есть если вот даже вот так вот посмотрите что как они установлены то есть это может быть какая-нибудь резинка которая ну смягчает может давление основные рессоры то есть видите тут даже одна рессора всего лишь забавно конечно ну ладно так разборка разборка так здесь знаете ли прям не так все просто еще разобрать то есть я смотрю здесь прям все придется разбирать прям даже тормозная система то еще в порядке а вот именно сколько мелких деталей посмотрите подшипник я снял я так понимаю да так и тут у нас уже вот эти части остаются так то есть самую рессору нужно снять господи тут вообще жестко то есть задний мост практически весь мы будем разбирать ну конечно несет исключительно ну пружинистую часть ну как сказать именно рессора то есть так давайте все снимаем прям вообще потому что во первых мне нужно вот смотри ка что то говорит говорит вот это сначала снять здесь сначала вот ага смотрите прокладочки да смотрите сколько мелких деталей это машинка то с сюрпризами блин прям то вроде подвеска такая ну то есть должна быть простая да ну на мой взгляд по крайней мере а машинка то не дает о себе знать так вот можно это проверить часть чтобы вот отлично так вот это точно какашка вот это вот жалко нельзя проверить это что вот это у нас что такое а это вроде бы зажигание вроде бы если я не ошибаюсь а может быть и нет так ладно давайте к следующему колесу маленькое да удаленькое вот так вот скажем ну кстати если посмотреть даже визуально заднее колесо ну как это право левое получается да оно так в более ну в лучшем состоянии я вот думаю разбирать не разбирать его так не то нажал мне так мощность смотрите я все собственно говоря нашел все снял сейчас там клапана нижние только нужно так здесь я тоже все нашел здесь вот найти исправить проблем ходовой части то есть на ходовую часть я еще не все нашел значит разбираем все вот просто вот может быть может быть внутренне какая-нибудь вот смотрите да вот видите вот здесь вот этот фронт хелл хуп собственно говоря вот он и дал сюрприз не его так вот здесь я помню подшипник какой-то надо снять по предыдущему колесу да потом вот эта часть теперь так давайте посмотрим часть не найдена еще одну детальку нужно найти ну вот здесь вот что может быть какая-нибудь резинка да какая-нибудь резиночка вполне может убитая быть так что наверное знаете ну вот это вроде бы выглядит нормально ладно знаете что я решил просто все разобрать и не париться вообще то есть так на самом деле легче потому что вот вот сто процентов вот это вот сто процентов прям я даже вижу она вроде бы ржавая вот сейчас посмотрим прям снимаем да я сказал я сказал что какая-то прокладочка резиночка блин вот зараза так хорошо теперь нам нужно отсюда выйти опустить машину потому что мне нужно сверху залезть в двигатель и вот собственно говоря блок этот уже снять то есть вот так вот уже тут снимаем вот эти первый раз я буду под машиной надо да вот это вот ну это немножко расстраивает то что вот надо поднимать опускать первый раз я буду разбирать вообще полностью двигатель но здесь конечно это легко делается потому что это маленький двигатель и ну почему бы так смотрите а нет здесь уже вот здесь уже говорит что нужно снять сцепление давайте снимем сцепление без проблем такая заплатить мне за нее мало вот что самое обидное даже если здесь меняем мы будем менять сцепление здесь ну не очень много работы чтобы за нее платили много ну ладно в принципе не страшно на самом деле я больше это все делают для опыта потому что здесь я днями и ночами дружусь чтобы для вас получить опыт и показать новые свои умения у меня просто такая мысль появилась я вчера сижу ночью там практически уже ночью делаю чиню машину и думаю что реально получается именно так так кстати громкий выхлоп заменим выхлопную трубу она здесь одна мы ее уже сняли ну все в принципе мы уже разобрали практически все осталось снять блок и на этом наверное так надо выйти и на этом наверное будем заканчивать потому что сейчас я минут десять только наверное буду закупать детали восемнадцать процентов то есть все смотрите нету мотора отлично на этом я буду заканчивать потому что очень ну так сказать сурово это все долго будет весь процесс так скажем давайте багажник закроем чтобы вот так вот выглядело сделаем такой небольшой скрин для превью ставьте лайки если вам понравилось я надеюсь в игре еще будет множество таких интересных машин я посмотрел гараж и на прокачанном уровне там будут прям спорткары и все дела я обязательно это сниму даже если не будет просмотров я обязательно это сниму обязательно выложу потому что мне самому интересно на самом деле так что ставьте лайки чтобы побыстрее выходили серии подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны советуйте игры если какие-то вам вы желаете увидеть или вам какие-то игры нравятся потому что я не все игры могу находить в сети и многие люди советуют реально новые игры которые я еще не видел там или не знаю с вами был Нильфгорн всем всего хорошего пока я конечно уже попрощался и возвращаться плохая примета но все же я уже собрал машинку я хотел просто показать какая цена за нее какую цену я получил за нее 4300 24000 баксов то есть деньги потрачено на ремонт 2000 это бонус за выполненные работы то есть я получил 2160 бакс 161 бакс довольно таки нормально на самом деле 2000 я потратил на ремонт и 2000 вернул это отлично то есть в принципе я рад нет масла в двигателе а вот единственная вещь которую я кстати не доделал я вечно забываю об этом то есть ну это потому что сами понимаете смотришь же вот так вот деталей не осталось и все вроде бы масло заливается так же как и во всех остальных двигателей то есть вот в эту крышку масло мы просто наливаем при том одно и то же нельзя как-то варьировать на этом цены заливаем так все я получил свои 4000 вот на этом уже все